Всем привет! Меня зовут София. Сегодня мы с вами будем делать закладки для книг. Вам понадобится цветная бумага, канцелярский нож, ножницы, черная ручка и карандаши. И конечно же клей. Для первой закладки нам понадобится лист квадратный 10х10 см. Далее нам нужно согнуть его пополам по диагонали. Теперь нам нужно вершины треугольника согнуть к центру. Теперь же проглаживаем линию сгиба. Берем края треугольника и загибаем их внутрь. Снова аккуратно проглаживаем. Примеряем как закладка смотрится в книге. До этого я уже делала другую закладку. Убираем прежнюю закладку и смотрим как наша закладка сидит в книге. Это я вам показала упрощенную форму закладки. Но она конечно такой же не останется. Первая закладка у нас будет в виде зайчика. Поэтому рисуем карандашом уши. Чтобы уши получились одинаковые, надо согнуть бумагу вдвое и вырезать ножницами. Берем белую бумагу и рисуем глаза и мордочку зайчика. Бумагу также складываем вдвое и вырезаем ножницами. Понравилось как смотрится на мордочке зубы, я решила их срезать. Далее вырезаем глазки зайчику. Приклеиваем уши с помощью клея к заготовке. Глаза и в самом конце мордочку. И вот осталось совсем немного. Берем черную ручку или черный маркер. Рисуем глаза. Нос. Уши. И черные точки на мордочке. Если у вас есть желание, можете приклеить усы, вырезав их с белой бумаги. Ну вот и все, наша закладка готова. Можно примерить ее на страницах книги. Закладочка у нас получилась миниатюрная и очень удобная. Даже если вы куда-то захотите взять книгу, закладка не будет выпирать. И это очень удобно. Ну а мы продолжаем. Следующая закладка у нас будет в виде арбузика. Нам понадобится лист 10 на 10 см зеленого цвета. Теперь сгибаем ловно пополам по диагонали. В конце треугольника сгибаем к центру. Проглаживаем места сгиба. Отгибаем концы обратно. Вершину треугольника сгибаем к центру. Проглаживаем линию. Концы треугольника сгибаем внутрь в кармашек. Снова проглаживаем. Далее нам понадобится белый лист бумаги. Нам нужен меньше треугольник, чем у нас есть уже загнутый на заготовке. Его можно рассчитать, переложив основную заготовку к белому листу. Отметить, провести линию и отрезать. Прикладываем получившийся листочек к закладке. Теперь нам нужно его приклеить. Далее нам понадобится красный лист бумаги. И нужно еще вырезать еще меньший треугольник, чем белый. Также его находим с помощью закладки. Отмечаем его размер с помощью карандаша и линейки. Вырезаем его. Приклеиваем. Теперь берем карандаш и намечаем косточки арбуза. После берем черную ручку или маркер и делаем косточки четкими. Все, теперь наша закладка готова. Эта милая закладка будет напоминать вам о лете. Примеряем нашу закладочку в книжке. У нас осталась последняя закладка подобного типа. Вы уже знаете, как ее складывать. Я не захотела заморачиваться, но у меня получилась самая простая. А размер листа на нее нужен 8,6 см белой бумаги. Далее берем рыжую бумагу и отмечаем на ней треугольник получившийся на заготовке закладки. Измеряем его линейкой и переносим на рыжую бумагу. Чтобы нам было проще с вами вырезать маленькие треугольнички. У нас с вами будет закладка апельсинка. Всего будет три треугольничка. Равномерно распределите их в треугольник. После мы их вырезаем, откладываем пока что. Берем рыжий карандаш и рисуем полоску. Внизу треугольник у закладки. Это будет у нас апельсиновая корка. Теперь же берем треугольнички и приклеиваем их к заготовке. Все, наша закладочка готова. Теперь мы тоже можем ее примерить на книжке. И посмотреть как все вместе закладочки смотрятся. В зависимости от настроения закладки можно менять. Разве это не здорово? У нас с вами осталась последняя закладка. Я захотела сделать воздушную голубую бабочку. Берем голубой картон. У меня это голубая пастельная бумага. Она более плотная. Чертим прямоугольник 11 на 4 см. Сверху отступаем 3 см и прочерчиваем линию. Как я увидела, что закладка слишком большая, я решила ее сделать 11 на 3 см и убрать лишний сантиметр. Также внутри прямоугольника чертим такую лапку. С помощью нее будет держаться закладка на книге. С двух краев отступаем по сантиметру. Лапка будет всего тоже в 1 см. С конца закладки тоже отступаем сантиметром. Все прочерчиваем. Ненужные линии стираем резинкой. Теперь же рисуем бабочку простым карандашом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Проводим черной ручкой либо маркером, смотря как вам удобнее. У меня толстая ручка была черная, поэтому я проводила ей. После этого берем рыжий и желтый карандаш и рисуем на ваше усмотрение. Я захотела сделать цветные глазки на крыльях бабочки. Теперь вырезаем закладку простыми ножницами. А лапку, которая находится внутри закладки, мы вырезаем специальным канцелярским ножом. Перемеряем на книге, что получилось. Я решила не останавливаться. Мне захотелось ожирные крылья, поэтому я решила вырезать канцелярским ножом небольшие отверстия в крыльях бабочки. К тому же мне показалась недостаточным обводка черным, и я решила дополнительно обвести мою закладку. Мне захотелось нарисовать небольших насекомых на закладке. Я решила дополнить ее маленькими бабочками. По-моему, получилось очень мило. Примеряем последнюю закладку, она очень подходит к этой книжке. В следующем выпуске мы с вами сделаем обложку на старую тетрадку и пару штампов для ее украшения. И с вами была София. До новых встреч!